Господь привёл сюда то ощущение и то понимание, которое произвело утреннее вдохновение искренне от всей Души Благодарна Господу и Брату Атвуду. И началось то, что не описать словами. Да, возражение и первой любви в сердце. И дальше. И я так думаю, многие люди пережили то, что вот сегодня, буквально я анализировала, думаю, ну как коротко сказать, что здесь произошло. Общаясь с Ларисой Петрынко, она рассказывала, как она была на берегу моря и видела восход солнца, эти краски, лучи его и все цвета радуги, это море. Вот такое, наверное, произошло в нашем сердце. Эта любовь Божия, она вытеснила все те пороки, все то, что отделяло нас с Господом и наполнило тем, что трудно высказать словами. Потому и еще твердая уверенность, убежденность в том, что мы на верном пути, Господь с нами. И мы жаждем и мечтаем этого возвращения, преобразования, служить и не бояться ничего. Господь с нами, благословит нас Господь. Интересно, братья получили благословение? Может быть, Вы поделитесь ее глазами? Тот, кто делится с другими словами Божьими, он же получает наибольшие благословения. И я знаю, что Вы имеете этот опыт, потому что здесь собраны те, кто делятся с другими людьми. Но Вы также были большим благословением для меня. У нас есть в нашей стране люди, подобные Вам. Но их не так много в нашей стране. У нас в стране так много света люди имеют, но большинство не ценят его, когда слышат о нем. И поэтому приехать сюда и обратиться к такой группе, как Вы, когда я вижу в Ваших глазах отклик и жажду этого света, что он так дорог для Вас. То для меня это также большое благословение. И также благословением было иметь общение с Вами в молитвах. И видеть, как многие из Вас пришли на молитвы. И Ваши молитвы были сердечными. Это лагерное собрание было огромным благословением для меня. Пусть Бог благословит каждого из Вас. Как большинство из Вас знают, это мой первый приезд в Украину. И у меня много впечатлений. Первые впечатления оказалось само место. Я прибыл сюда за день или около того, до начала собраний. И я увидел, что сюда вложено много мыслей, много сердца вложено сюда, любви много вложено. И потом, как я начал понимать, которые, кто пришли к встрече, где вы пришли. Как я начал понимать, где они пришли, from how many different places and locations. И я, потом я узнал, что люди с разных мест сюда приехали. И особенно, я думаю, the reports in the evening really began to open to me what God is doing in this part of the world. И особенным благословением для меня были вот эти вечерние миссионерские доклады, свидетельства. И я начал больше понимать, как Бог трудится здесь, на вашей территории. Sort of like Brother Atwood, I want to take some of this back to my country. И я также хотел бы, чтобы в моей стране происходило нечто подобное. I've even thought about who I should bring here next year, so they can get exposed to the same reports and enthusiasm and evidence of God working. И я даже думаю, чтобы в следующий раз, когда приеду, привезти с собой кого-то из нашей страны, чтобы они послушали эти миссионерские опыты и тоже вдохновились. Наш мир — это большой мир. Но сегодня наш мир стал меньше в плане «сегодня легче путешествовать, сегодня легче общаться». Язык все еще разделяет нас. Но некоторые есть среди нас, которые имеют тарь языков. И я хочу поблагодарить Господа и за переводчика моего. И для меня тоже удивительно видеть, как Бог использует такие ситуации, как в свое время Россия доминировала в этой части мира. И многие люди выучили поэтому русский язык. Наверное, на этом лагерном собрании не смогли бы быть так много людей и все понимать, если бы не знали русского языка. Правда? Поэтому я вижу, что Бог много-много раз плохое обращает в хорошее. Я был рад видеть, как служение, которое нес Иисус Христос, снова осуществляется здесь. И мои молитвы будут вместе с вами и в миссионерских проектах, после этого места я не еду сразу назад домой, я еще поеду в Молдавию, Румынию. Поэтому молитесь также обо мне, чтобы мое время было благословенным там, в этих странах. И я благодарю Бога за всех вас. Аминь. There's a lot that my brothers have said that I won't repeat. Many blessings of the reports and Elisha. This is my fourth or fifth time to come to know me. And every time it's a rich blessing. И каждый раз это большое благословение. And before I came, и перед тем, как я приехал, starting about a week, maybe two weeks ago, где-то неделю, две недели назад, I started praying a very specific prayer. Я стал молиться конкретной молитвой. I travel a lot. Я много путешествую. As president of OCI, visiting projects, sharing. Моя должность президента OCI требует от меня ездить, проповедовать там, здесь. Getting to meet new people, opening the word. Встречаться с разными людьми, открывать с ними Библию. But for the past few weeks, I was really feeling a particular need spiritually. Но последние несколько недель я чувствовал особую духовную нужду. And I thought to myself, I'm going to be in your week. И я думал, я буду в новых эпиходах. And I'm going to be able to listen to pastor Atwood and Dr. Bischoff. And I just started praying, Lord, you need to speak to me while I'm there. И я просил Господа, Господи, ты тоже обращайся ко мне, когда я буду там. Not just me speak to people, but you need to speak to me. And I'm grateful to say that he has. И я должен вам сказать, что действительно Господь говорил ко мне. And there are very specific personal areas. И это, и Бог говорил ко мне что-то такое личное, особенное. And so I'm glad the blessing I sought for, I received when I came to you. И я хочу сказать, что то благословение, которого я искал, я его обрел здесь. And may God bless you. И пусть Бог благословит вас тоже. Кто дописывает свои молитвы, просьба, чтобы вы сюда передали молитвенный свиток, а потом вы сможете еще написать, если вы не успели. Я хочу напомнить всем вам и объявить, что в следующем году, если Господь позволит нам, мы лагерное собрание запланировали на 10 мая, с 10 по 18 мая. Мы привязаны к расписанию наших заездов, и поэтому выпадает лагерное собрание немножко на более поздний период времени. Поэтому, если вы планируете на следующий год приехать сюда, Эля пожелала, чтобы мы расширяли свои пределы. И это очень хорошо, но у нас кроме палатки есть еще и другие спальные места. Вы сами видели, в каких условиях некоторыми из вас практически всем приходится жить, потому что много людей, желающих, и в этом году у нас больше людей, чем в предыдущие годы было. Поэтому записывайтесь заранее, планируйте свое время, молитесь о том, чтобы приехать. И приезжайте. Мы всем вам будем очень рады. Я бы хотела, чтобы мы сейчас помолились и попросили Божьего благословения за ответ на эти молитвы, которые записаны здесь, на этой бумаге. Это не просто формальность какая-то, это не просто что-то такое. Люди вложили сюда свои надежды, вложили свою веру, и они в ожидании той радости на ответ, который Бог обязательно пошлет. Поэтому давайте мы сейчас поднимемся для общей молитвы, попросим, чтобы пастор Амин совершил молитву над этим. Они оба здесь. Они оба здесь. Я думаю, что оба здесь. Наш Отче Небесный, каждый человек, который написал нечто в этом свитке, доверяет Господе, что Ты обратишь внимание на ту просьбу, которая записана. Но мы также хотим просить, чтобы воля Твоя совершилась. Мы знаем, что когда мы добиваемся своего, то это не лучший вариант. Но Ты знаешь, что лучше для нас. И если то, о чем просят в этом списке, принесет честь и славу имени Твоему, то мы просим, чтобы эти просьбы исполнились. Ты также обещал, что если Ты не дашь нам точно то, о чем просим, то Ты дашь нам лучшее. Поэтому мы молим это о каждой просьбе. И так же, Господи, когда мы смотрим в наступающий год, в следующий год, даруй, чтобы в наших сердцах была радость из-за того, что мы видим, что Ты делаешь. И даже то, что не записано в этом списке. Мы благодарны Тебе, что Ты постоянно пытаешься делать для нас то, что поможет нам приблизиться к небу и поможет нам завершить свой труд. И поэтому мы имеем полную уверенность в том, что Ты все совершишь. И мы благодарны Тебе заранее. И мы славим имя Твое во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Присядьте еще на некоторое время. Я хочу, чтобы мы все испытали те благословения, которые Бог для нас всех приготовил. И я даже не знаю, как это скромно сказать. И я хочу, чтобы я не знаю, что ты не знаешь. Не знаю. Спасибо. Продолжение следует...